В каком-то смысле биохимия — это наука о том, как всё живое преобразует энергию. Уйма времени и сил уходит на то, чтобы разобраться, какие метаморфозы происходят с ней внутри организмов на химическом уровне. Вот подождите, я сделаю видео на тему метаболических путей, мало не покажется. Но энергию нужно откуда-то брать. С термодинамикой не поспоришь. Энергия не возникает и не исчезает, а лишь меняет форму, путешествуя по Вселенной. В нашем случае её источником выступает Солнце. Оно необходимо всей жизни на Земле, кроме парочки странных бактерий и доменархей. Ну и ладно. Мы не умеем получать энергию от Солнца напрямую, встроенных солнечных панелей у нас нет, зато это умеют делать растения. А мы уже получаем всё необходимое, поедая эти растения или животных, которые ими питаются. Растения превращают солнечный свет в пищу с помощью фотосинтеза. Это невероятный процесс, которому мы посвятим несколько видео, чтобы разобраться, как с помощью солнечного света растения создают кислород и сахар, имея под рукой только воду и углекислый газ. Сегодня поговорим о структуре, которая запускает этот процесс. Фотосистема 2 – удивительный комплекс, состоящий из белков, светочувствительных пигментов и нескольких специфически расположенных ионов металла. В каком-то смысле эта система питает всю жизнь на Земле, и именно ей мы обязаны тем, что жизнь вообще возможна. В этом видео я подробно расскажу о её устройстве. Итак, давайте для начала наметим план. Фотосинтезу в биохимии отведено далеко не последнее место, и тут можно говорить о двух больших подразделах – световых реакциях и свето-независимых реакциях. Сегодня мы затронем только самый первый этап световых реакций, не касаясь остальных. А уж до свето-независимых реакций доберёмся постепенно в будущих видео. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение истории. Постараюсь не затягивать. А теперь к делу. Фотосистема 2. Странно, что первая система фотосинтеза называется «Система 2», но это только потому, что её открыли после первой фотосистемы. Наука, как и всё человеческое, бывает запутанной, с этим остаётся лишь смириться. Фотосистема 2 или FS2, кстати, двойка римская, находится в мембранах телокоидов вместе с другими структурами, которые обеспечивают реакции фотосинтеза. Давайте вкратце вспомним, как выглядит клетка растения. Она похожа на клетку человека с небольшими отличиями. Одно из ключевых – хлоропласты, в которых и происходит весь фотосинтез. Внутри двухслойных мембран хлоропластов находятся особые структуры, обтянутые собственной мембраной – телокоиды. Обычно они располагаются стопками, которые называются гранами. Внутренняя часть телокоидов называется люмен, а внешняя – строма. Да, терминов много, но это и правда важные штуки. Скорее всего, большую часть вы забудете, но главное – вынести для себя одно. Люмен – внутри, строма – снаружи. Хм, вроде как люди внутри, стройка – снаружи. Не знаю, я не мастер мнемонических приемов, придумайте что-нибудь сами в комментариях. Между люменом и стромой находится телокоидная мембрана, типичный фосфолипидный бесслой. Именно он создает градиент концентрации веществ, необходимый для продолжения фотосинтеза. А внутри мембраны находится наш сегодняшний герой – ФС-2. Лезть в структурной дебри фотосистемы 2 мы не станем, это долго и сложно, поэтому выделим основные элементы и рассмотрим их. Структурные белки, выступающие в роли каркаса, антенны, реакционный центр, и еще вот этот пучок из марганца, кислорода и кальция, образующие водоокисляющий комплекс или ВОК. Все они участвуют в следующем процессе. Фотосистема 2 ловит фотоны и с помощью их энергии расщепляет две молекулы воды, синтезируя одну молекулу кислорода О2, 4 электрона и 4 протона. Кислород никак не используется, поэтому он просто удаляется из системы, что, к слову, позволяет дышать всей нерастительной живности на планете. 4 электрона уходят дальше, выступая источником энергии для последующих этапов фотосинтеза, а протоны остаются в люмене, так они накапливаются до тех пор, пока их количество не станет достаточным для последнего этапа световой реакции. Познакомимся с каждым из персонажей поближе. Гвоздь программы, конечно же, хлорофилл, тот самый зеленый пигмент, о котором вы столько слышали. Хлорофилл А – молекула, которая больше всего взаимодействует со светом, но она такая не единственная. Рассмотрим структуру хлорофила, чтобы лучше понять его роль в процессе фотосинтеза. Главный элемент здесь – кольцо хлорина. Хлорофилл умеет добывать энергию из света, поэтому у этого кольца множество чередующихся одинарных и двойных связей, позволяющих электронам свободно по нему двигаться, что особенно, кстати, когда электроны поглощают свет и возбуждаются. Из-за структурных особенностей хлорофилл отлично улавливает лучи красного и синего света и очень плохо зеленого. Отсюда и цвет листьев, они поглощают синий и красный, но отражают зеленый. Поглощение фотонов не может произойти частично, они либо обладают нужной длиной волны и поглощаются, либо отражаются. В данном случае при попадании нужного фотона в электрон в кольце хлорина, тот возбуждается и переходит на новый энергетический уровень. Но электроны не слишком любят лишнюю энергию и пытаются побыстрее от нее избавиться. Обычно излучают ее в форме теплоты или света, после чего опускаются на энергетический уровень пониже, а если рядом есть что-то, выполняющее роль акцептора, электрон отправляется к нему, но об этом чуть позже. Итак, молекулы хлорофила А служат антеннами, которые улавливают фотоны и направляют их энергию к двум другим молекулам хлорофила в реакционном центре. Поэтому ФС2 не обязательно, чтобы фотоны всегда попадали в одно место или даже были строго одной энергии, ведь помимо хлорофила А, поимкой фотонов занимаются и другие пигменты. Например, бета-каротин, который поглощает свет другой длины волны, что позволяет ФС2 получать больше энергии солнечного света. Переходим к реакционному центру, где находится суперважная пара молекул хлорофила, или пигмент P680. Его максимум поглощения энергии света приходится на длину волны 680 нанометров. Это красный свет. P680 – мощная штука, теряя возбужденный электрон, он становится сильнейшим биологическим окислителем из всех, что известны науке. Не углубляясь в общую химию, скажу только, что этот комочек с непревзойденной лёгкостью вырывает электроны из любых молекул поблизости. В этом и состоит функция P680. Он собирает всю энергию, попадающих в него или в его антенные комплексы фотонов, и с её помощью выдёргивает электроны из молекул воды, используя водоокисляющий комплекс. Вот где начинается настоящее волшебство. Пучок из кальция, магния и кислорода захватывает молекулы воды и связывается с ними, помогая P680 расщеплять их энергией света. Мы только начинаем понимать, как всё устроено, но на эту тему уже опубликованы крутые научные исследования. Напомню, что все источники можно найти в моём блоге, а вопросы и экспертную критику оставлять в Твиттере. Заходите в гости, читайте статьи, там ещё интереснее. Чтобы сэкономить время и облегчить понимание, я немного упрощаю картину. ВОК помогает расщеплять молекулы воды, во-первых, удерживая их в фиксированном положении, и во-вторых, одалживая им пару электронов, пока их разрывает на части реакционный комплекс. Главное запомните, что ВОК держит молекулы воды, а P680 делает остальное. Если ВОК – это наковальня, то P680 – молот. Своеобразный молот, который работает как пылесос. Это метафора, если что. Итак, мы расписали все роли. P680 получает энергию от света и через антенный комплекс. Водоокисляющий центр готовит воду к расщеплению этой самой энергией. Да начнётся шоу! Встречайте, цикл Жолио-Кока. Две молекулы воды попадают в систему и связываются с ВОК. Это нулевая стадия затишья перед бурей. И вот фотон нужной энергии попадает в P680, ну или в одну из его антенн. В этом случае энергия передаётся каскадом, так что результат тот же. В P680 возбуждается электрон и вылетает прочь из реакционного центра. Всё происходит очень быстро, но я специально остановлюсь здесь поподробнее, чтобы было понятно, как всё работает. Потеряв электрон, P680 становится P680+, неумолимой разрушительной силой для окружающих молекул. P680+, сильнейший из известных биологических окислителей. Если вы, как и я, плохо помните школьный курс химии, то, грубо говоря, это значит, что пигмент засасывает в себя все ближайшие электроны. Притом с такой силой, что может без проблем разорвать находящиеся неподалёку молекулы. Как же, кстати, что ВОК как раз в это время крепко держит две молекулы воды. И когда от одной из них отрывается электрон, та же молекула теряет протон водорода. Как вы помните, атом водорода – это один протон и один электрон, и когда электрон вырывают из молекулы, брошенный всеми протон остаётся дрейфовать в одиночестве. Электрон же подхватывается тирозином, который передаёт его в P680+, возвращая хлорофил к нормальному состоянию. Итак, одну из молекул воды расщепили, система теряет стабильность, но работает. Прилетает ещё один фотон и запускает процесс по-новой. P680 теряет возбуждённый электрон, что с ним происходит, расскажу позднее, превращаясь в P680+, и набрасываясь уже на вторую молекулу воды. Он всасывает ещё один электрон и выбрасывает в люмен второй протон. Стабильности всё меньше, но система более-менее держится, и тут снова фотон. Третья стадия – пигмент продолжает рвать в клочья молекулы воды. Хорошо, что ВОК не даёт им разлететься. И вот новый фотон, ещё немного энергии, ещё один электрон, сбежавший от протона. Четвёртая стадия. Остались два голых атома кислорода, система больше не способна сохранять стабильность. Но у пары атомов кислорода такая возможность есть. Они соединяются в молекулу старого доброго О2 и выходят наружу. Полторы миллисекунды, и мы вернулись к нулевой стадии – низшему энергетическому состоянию. Это главный механизм ФС2, который питает практически всю жизнь на Земле. Он прекрасен. Но вернёмся чуть назад. Возбуждённые электроны, выбитые из П680, попадают сюда, в молекулу пластохинона. Конкретно здесь это пластохинон QB. Как только у него оказывается два возбуждённых электрона, он подхватывает два протона из стромы и потихоньку отползает, чтобы запустить следующий этап фотосинтеза. За весь цикл это происходит дважды, просто в первый раз я решил на него не отвлекаться, но можете отмотать видео и посмотреть ещё раз. Повторение, как известно, штука полезная. Тем временем протоны всё дальше погружаются в люмен. То, что в строме их становится всё меньше, а в люмене всё больше, приводит к разделению зарядов. Клетки много чего могут сделать с протонами, которые оказались не с той стороны градиента концентрации. Например, превратить в энергию для последней стадии световой реакции, но об этом в другой раз. Вот, по сути, и всё, чем занята фотосистема-2 простыми словами. Ну хорошо, не очень простыми. Четыре фотона и две молекулы воды в результате превращаются в одну молекулу кислорода, четыре протона и четыре возбуждённых электрона. Протоны и электроны питают следующие стадии световой реакции, а кислород покидает хлоропласт и выходит наружу. Процесс возможен благодаря способности хлорофила поглощать свет, который возбуждает электроны, и использовать эту энергию для расщепления воды. Всё это удивительный механизм фотосистемы-2. У меня ушло много времени на то, чтобы в нём разобраться, но оно того стоило. Потому что теперь я понимаю, насколько это всеобъемлющая и невероятно важная система. Подобные темы в биологии не изучают отдельно. Почти наверняка параллельно идёт курс физики и геологии, чтобы сложилось единое представление о том, как развивалась наша планета и как возникала жизнь. Возможно, вы знаете, что до появления фотосистемы-2 мир был невероятно негостепримным местом. Чем больше изучаешь Вселенную, тем страшнее от того, что почти всё в ней пытается тебя уничтожить. Так вот, до появления фотосистемы-2 солнце канцерогенной пушкой выжигало любую жизнь, рискнувшую высунуть нос из воды. Затем, 2,5 миллиарда лет назад, у крошечных бактерий развился механизм, похожий на фотосистему-2. Впервые за всю историю жизни на Земле кто-то осмелился потребовать у холодной жестокой Вселенной немножечко солнечного тепла. Бактерии зажили по-новому и начали вовсю выделять кислород. С тех пор концентрация O2 в атмосфере Земли выросла с нуля до 21%. Жизнь вдохнула полной грудью и начала принимать намного более сложные формы. Но это стало возможным только потому, что весь кислород поднялся в верхние слои атмосферы, образовав озоновый слой, защищающий нас от солнечной радиации. Фотосистема-2 дала нам возможность достучаться до бесчувственного космоса и превратить Солнце из машины разрушения в генератор жизненной энергии. Трудно поверить, что один механизм перевернул историю развития жизни. Фотосистема-2 сделала жизнь такой, какой мы привыкли ее видеть. И это что-то нереальное. Особенно, если задуматься о том, что вокруг нас триллионы копий этого механизма. Надеюсь, это видео помогло вам лучше понять, в каком чудесном мире мы с вами живем. Спасибо за внимание и до скорого! Переведено и озвучено студией Верд Дайдер Субтитры создавал DimaTorzok